Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Я очень рада, что я начинаю получать комментарии, которые для меня, как для автора, свидетельствуют о том, что моя аудитория готова к тому, к чему раньше я была не готова, но теперь очень-очень хочу с вами поделиться. И подобным шагом было для меня видео, почему русские одеваются хуже, чем итальянцы. Многие посмотрели, и многие со мной были согласны, мне очень-очень приятно. Но я получила также недавно подобный комментарий, который совершенно точно отражает то, то, что раньше я не чувствовала, то, что я ощущаю сейчас, то, что, по всей видимости, уже давно ощущают зрители, которые меня смотрят, либо только-только начинают ощущать, возможно, благодаря моим видео, прежде всего, моему стрит-стайлу также. Итак, мне был оставлен очень интересный комментарий, ядно, когда я не нравлюсь себе, когда мне кажется, что я плохо одета, я начинаю себя прям-таки физически хуже чувствовать. И зрительница, она давно на моем канале, за что ей большое спасибо, она написала, интересно, это только со мной так или еще с кем-то происходит. И я тут же и ответила, что да, со мной точно так же. Речь сегодня пойдет об очень важном аспекте, который позволяет нам выглядеть хорошо, стильно, классно, модно, чувствовать себя на этой фэшн-волне, да и просто чувствовать себя комфортно в повседневной жизни, который как раз-таки несколько и отражает аспект внутренней свободы, вообще внутренней свободы, которая касается того, что мы едим, что мы говорим, что мы не говорим, что мы думаем, что мы не думаем, что мы смотрим, что мы читаем и так далее. Но и также эта внутренняя свобода все-таки отражается на том, что мы носим, как часто мы меняем гардероб, что мы выбираем в качестве тех или иных компоновок, ансамблей, здесь и сейчас, что мы выберем завтра, что мы выбирали вчера. Это как раз-таки понимание того, которое пришло ко мне однажды. И когда я это озвучила своему мужу, он, в общем-то, ну, если уж не обиделся на меня, то был по-мужски возмущен. Вот так сказал мой муж, когда я ему сообщила, что, в общем-то, мне хотелось бы одеваться для себя, я одеваюсь для себя. Это как раз-таки был разговор, когда я ему сообщила, что я теперь хочу одеваться в Заре. Мой муж по-мужски возмутился и сказал, что, значит, по-мужски, просто он сказал, что на его взгляд женщина должна преследовать единственную цель, она должна желать нравиться своему мужчине. Но пока мужчины своего у нее нет, она вообще должна желать нравиться мужчинам, соответственно, одеваться таким образом, чтобы на нее обратили внимание, она должна быть элегантной, женственной, в меру вызывающей, в меру секси и так далее. Вот исключительно такой мужской подход. И у нас даже были, скажем так, дискуссии на эту тему, потому что в определенный момент я действительно стала отстаивать и чувствовать, что ты хорошо себя ощущаешь только тогда, когда ты причесана так, как тебе нравится, когда ты одета так, как тебе нравится. И даже если, и в этом прямо-таки парадокс вот этой фэшн-смелости для меня лично, который я почувствовала очень-очень давно, даже если тебе 10 человек, 20 человек сегодня сказали, что ты выглядишь очень и очень хорошо, но ты так не считаешь, тебя переубедить невозможно, тебе невозможно этими комплиментами добавить большего комфорта. И наоборот, если тебе кажется, что вот это платье тебе идет, этот свитер твой, этот пояс тоже, в общем-то, самое то, что тебе нравится, и здесь и сейчас хочется носить, волосы тебе твои нравятся, цвет волос, фактура и так далее, вот что бы тебе ни писали, но, в принципе, тебе это может быть неприятно, тебе это может быть потому, что непонятно, и неприятно поэтому, потому что ты-то считаешь, что все у тебя хорошо, а тебе, допустим, несколько раз сказали, что не очень, и вот это может как-то, скажем так, пошатнуть твое сомнение в том, как ты выглядишь, но в целом, в целом, парадокс, опять же, вот этого фэшн-ощущения самого себя заключается в том, что если тебе комфортно в том, в чем ты себя комфортно ощущаешь, в том, что ты носишь и считаешь, что ты хорошо в этом выглядишь, Ты красивая в этом, ты более стройная, либо более спортивная, более молодая Здесь на самом деле миллион целей мы можем преследовать, когда мы самовыражаемся через одежду прежде всего Через макияж, либо его отсутствие, через прическу, либо ее отсутствие и так далее На самом деле это очень важно, вот именно так себя ощущать Потому что кто бы что ни говорил, если ты так себя не ощущаешь Тебе в голову ощущение того, что ты выглядишь хорошо, просто не придет И возвращаясь снова к своему стрит-стайлу, который я снимаю, к комментариям, которые я получаю К комментариям, которые звучат все чаще и чаще, я очень-очень рада Эти комментарии можно разделить на два характера Первый характер заключается в том, что да, вот действительно они так раскрепощены Настолько не зациклены на том, что идет кому-то, а настолько смотрят прежде всего на себя и внутрь себя Что именно поэтому они одеваются, что итальянки, что итальянцы все по-разному И хорошо себя в этом ощущают, и действительно классно выглядит Вот это вот самоощущение себя в этой одежде как раз таки позволяет очень многим людям Не только итальянцам, любым людям, кто хорошо одет по нашему мнению, по их собственному мнению Вот именно это ощущение, что да, мне в этом красиво и мне в этом комфортно Я чувствую себя в этом хорошо и стильно и классно И все положительные эпитеты, которые только мы можем придумать Как раз таки это позволяет нам и им выбирать то, что действительно нам идет Вот настолько мы, скажем так, независимы от мнения маркетологов, от мнения наших подруг От мнения наших родителей, которые могут нам что-то советовать Наших мужей, наших братьев, сестер и так далее Что действительно мы получаем вот эту свободу выбора, которая ведет в том числе и к нашей фэшн-свободе И к нашему фэшн-ощущению себя как неких стрит-стайлеров Если мы хотим, либо законодатели моды на районе, как угодно это можно назвать Но есть также другая категория подобных комментариев Где люди соглашаются с тем, что итальянцы по большому счету надели на себя все, что с утра им под руку попало И в этом они, в общем-то, неплохо Но, конечно, продолжаются комментарии У них другая история, у них другая погода, у них другие цены и так далее, и так далее То есть люди, на самом деле, которые комментируют таким образом, как будто бы находят оправдание Почему они могут, а мы не можем У них получаются, а у нас не очень Здесь идет вход, здесь идет вход любые аргументы Повторюсь, климат, другое историческое наследие, другое питание Вот они более стройные, конечно, на них все будет хорошо смотреться А у нас другое питание, у нас холоднее, мы вынуждены питаться иначе То есть любые аргументы, по большому счету, идут в ход, которые оправдывают, что да Одни люди могут хорошо и стильно, и классно выглядеть, а другие не очень, у них это не получается Но, тем не менее, все-таки эти комментарии сродни друг другу, между собой они похожи Потому что есть некое признание того, что люди А. носят то, что им нравится Б. в этом они хорошо выглядят С. все эти комментарии объединяет вот это некое интуитивное ощущение Что то, что они надели, то, что под руку им попалось То, в общем-то, в этом они и пошли Все это, в общем-то, делает эти комментарии между собой похожи Поэтому, пожалуйста, если вам так кажется, если вы так думаете, что да, с одной стороны все неплохо, но с другой стороны, ну прямо такие примитивные компоновочки очень простые И вообще, как французы под Москвой, одеты итальянцы, сейчас речь идет о холодном периоде То подумайте о том, что возможно и у вас так получится, и возможно и вам так хочется Но вам и не хватает как раз таки вот этого ощущения, что вам хорошо просто в черном свитере Что вам хорошо просто в черной юбке-карандаше Если вы хотите носить эту юбку-карандаш с туфлями на шпильке, значит это ваше здесь и сейчас А если вы хотите носить это с кислотными, оранжевыми, либо зелеными кроссовками Возможно и это тоже ваш вариант Вот на самом деле оказаться и быть свободным от того, что нам говорят, что кажется окружающим Что кажется продавцам, которые продают нам одежду Что кажется многим блогерам, которые рассказывают нам о моде И к этим блогерам я здесь и сейчас себя, конечно же, отношу Я тоже рассказываю о моде, я могу утверждать, что кроссовки и пальто это классно, стильно и красиво Но если это не ваше, то возможно как раз таки признание того и поиск того, что действительно является вашим Что действительно отражает здесь и сейчас вашу эстетику в том, что касается одежды Возможно это поможет вам превзойти любых блогеров, любых комментаторов, любых маркетологов, оформителей витрин и так далее Поможет вам найти ваш стиль и вы будете выглядеть, как я люблю говорить, потому что я люблю так выглядеть Одинаково, примерно одинаково, но хорошо, одинаково, хорошо каждый день Я вам искренне этого желаю Я желаю вам действительно ориентироваться только на себя, в том, как мы выглядим Я считаю, что если мы правдивы с собой, мы являемся для себя самыми лучшими советчиками Потому что только мы знаем особенности нашей фигуры Только мы знаем особенности той длины, которая нас будет украшать, которая не очень будет нас украшать Та узость, которая нам подойдет и подчеркнет, допустим, стройность наших ног Либо наоборот завуалирует, если этой стройности нет, завуалируют какие-то гипотетические, возможно, даже недостатки Мы точно знаем, какая длина свитера нам нужна, какая плотность вязки нам нужна К 30 годам, я думаю, это знает большинство модниц, а к 40 годам уже знают наверняка все Но мы очень часто, что называется, являемся ведомыми в том, что касается очень многих аспектов нашей жизни Питания, очень люблю эту тему затрагивать В том, что касается потребления, тоже мои зрители знают, очень люблю я эту тему освещать Но и в том, что касается манеры одеваться, мы тоже зачастую ведомы Ведомы теми представлениями, которые не являются в итоге нашими Либо мы их разделяем, эстетика этих представлений нам близка Но все это, мы должны отдавать себе отчет, не всегда применимо и не всегда работает на нас Потому что мы все разные, у нас разный цвет волос, глаза, кожа, разные фигуры Мы по-разному двигаемся и, соответственно, одеваться нам нужно действительно индивидуально И только эта индивидуальность приведет нас к ощущению себя красивыми, модными, стильными К ощущению себя на этой фэшн-волне Желаю всем на ней оказаться, прежде всего, если вам этого хочется Увидимся очень скоро Это была Яна Скворцова Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok